Ровно сто лет назад, при раскопках древнего города Феста, в миру явился этот диск. Замечательный образец неведомой до толи письменности. Он стал символом всего самого таинственного и загадочного в области древней истории, археологии и лингвистики. Геннадий Станиславович Гриневич. С отличием, окончив Московский государственный университет, большую часть своей трудовой жизни отдал любимому делу – геологии. Ему по роду профессии приходилось колесить по стране, заниматься разведкой земных недр, работать в сложнейших полевых условиях от Кавказа до Дальнего Востока, но неожиданно для сослуживцев и знакомых на взлете своей карьеры он оставит работу в геологии, обжитую московскую квартиру и поселится в Тверской губернии, проводя здесь большую часть своего времени. Лишь позднее, когда выйдет его первая книга, станет известно, что Гриневич около 20 лет отдал исследованиям в области истории и лингвистики, и виновницей этого неожиданного поворота судьбы будет все та же обжигающая тайна Фессского диска. Ему принадлежит фундаментальный труд, основополагающий во всех отношениях открытие древнейшей письменности славян. Но это потом. А вначале он углубится в самые сокровенные, порой противоречивые, малоизвестные исторические документы. Подлинно же славяне задолго до Христа и славяно-русы, собственно, до Владимира письмо имели, в чем нам многие древние писатели свидетельствуют. Однако же по сказаниям Несторовым и иным видно, что славяне до Нестора письменность имели. Но он и утрачены, или еще не отысканы, и потому до нас не дошли. Не предосудительно ли славе российского народа будет, ежели его происхождение и имя положить столь поздно и отринуть старинное, в чем другие народы себе чести и славы ищут. Михаил Васильевич Ломоносов. Гениальный русский ученый. Его открытиями в области физики, химии, геологии, географии мир пользуется и по сей день. Выдающийся мыслитель и исследователь отечественной истории он подверг анализу и жесточайшей критике труды Шлёцера, Байера и Миллера и, как подлинный ученый, ответил на чрезвычайно важные вопросы истории происхождения славян. Вы на что намекаете? На мою диссертацию о происхождении Россов? Да, именно на нее. Вы происхождение государства российского от шведов, то есть норманов исчисляете, что не только мы научно неосновательно, но и глубоко для россиян оскорбительно. Вы презрели сообщение новгородской летописи, сочинение греческих и римских писателей, где упоминается о существовании славянских предков наших своими князьями управляемых. Еще задолго до прихода Рурика на Руссию. Диссертация Миллера обсуждалась в Академии целый год. Она была запрещена решением конференции. Возмущенный сочинительством Миллера Ломоносов был принужден приняться за написание древней российской истории, основанной на первоисточниках и уникальных документах античности. Чем больше Гриневич погружался в исторические документы, тем больше удивлялся полному отсутствию системного подхода к анализу имеющихся важнейших исторических свидетельств. Ведь существуют источники, исторические источники 9-10 века, которые свидетельствуют о том, что у славян была письменность. Вот в частности, возьмите известное сказание о письменах черноарисца храбро. Это болгарский монах, он жил в 9-м, на рубеже 9-10 века. Он писал, в то время еще писал о том, что у славян, значит, это книг не было. В последнее время появилось немало серьезных публикаций и научных исследований историков и языковедов, указывающих на более древнее формирование славянской общности и возникновение письменности. На более широкий ареал расселения славяно-ариев, древних русов и их влияние на возникновение древнейших культур иных народов, подтверждающих и арктическую теорию Тилака, и исследования Ломоносова, Татищева, Классана и многих других ученых. Особое место занимают труды выдающегося ученого, академика Рыбакова. ...керпичное расселение славян, но точно называют его словом прародины славян. На Украине, в восточной части Украины, существует так называемая археологическая культура Черняховская. Борис Александрович Рыбаков настаивал на том, что это славянская культура. Но все остальные ученые, специалисты, те, кто интересовался этой культурой, они считали, что это культура германская. На том оставании лишь, что на изделиях черняховской культуры есть надписи. И они, значит, возражали Борису Александровичу таким образом. У славян не могло быть письменности, поэтому это не может быть славянской культурой. Во II-V веках н.э. на исконной славянской территории от Среднего Днепра до Дуная укрепилось государство антов, издревле живущих в народовластии и противостоящего нашествию Готов. Я там насчитал более сотни знаков. А если в письменности имеется более сотни различных по начертаниям знаков, значит, это общеизвестные вещи. Значит, это не может быть буквенным письмом. Поскольку в буквенном письме обычно, вот в нашем современном письме, у нас мы имеем 32 буквы. Вот в глаголице было там 43. А здесь сотня различных в графическом отношении знаков. Значит, мы имеем дело не с буквенным письмом, а со слоговым. И мне совершенно ясно, что Борис Александрович был прав. Работа Гриневича – сложный объемистый труд кропотливо собранных и изученных письменных документов. Надпись на новочеркасской баклажке, «Чтобы еда не бегла, как вода, весу за два бока взявши пей сие». При сопоставлении знаков типа черт и резов с кириллицей и глаголицей, болгарской и хорватской обнаружены 23 знака, совпадающих по форме. Итак, Кирилл заимствовал знаки для своего алфавита из более древнего славянского письма. Рассвет великой трипольской культуры приходится на 3-4 тысячелетия до нашей эры и охватывает территорию от Днепра до Дуная. Триполия – земля, засеянная Нива, была уподоблена женщине. Отсюда поклонение матери всего сущего – Богородице Ладе. Трипольцы – опытные хлеборобы. Только пшеницы выращивали более четырех сортов, не говоря уж о других злаках. В сложных узорах, украшавших керамику Триполия, отражение мира, его три единства. За внешней изысканностью линии орнамента сокрыто всеобъемлющее знание законов небесной механики, рождение звезд и движение галактик, понимание жизни Вселенной и места прародины в космическом коловращении планет. У нас на Украине есть совершенно уникальный феномен, опять же, для всей Европы. И, пожалуй, что не только для Европы, но и для всего мира в целом – это трипольские поселения-гиганты. Это поселение Толянки, которое занимает 4,5 квадратных километра. Благодаря архиомагнитным разведкам мы определили, что на этом поселении было 2700 жилищ. И по предварительным, ну, раскопано, к сожалению, из них на сегодняшний день только 31. На таком поселении могло проживать, исходя, если учитывать разные методики подходов к демографическим оценкам, от 8 до 12 тысяч человек. По численности жителей трипольские городища превышали Киев времен Ярослава Мудрого. Более 4 тысяч лет назад трипольцы возводили двухэтажные дома с мощными стенами и деревянными перекрытиями. Это не глиняные дома. В триполье были срубы двух- и даже трехэтажные, что для современной Украины, например, не характерно. Это характерно для Прикарпатии и Закарпатии. Кстати, название рек в Прикарпатии, Закарпатии, вот в этой части Украины, Русинской, абсолютно идентичны названиям на территории Великого Устюга, Великого Устюгского района, Тарнакского, Тотемского района. То есть прямо пачками идут одинаковые названия. И именно конкретно вот в этих локальных регионах. Наиболее, как говорится, характерная для трипольской культуры планировка – это планировка по кругу. Когда жилища располагаются как бы по кругу, причем торцами они без дверей смотрят наружу, а дверями внутрь поселения. Но точно такой же принцип заложен и в архитектуре Аркаима, уникального города-обсерватории, открытого на Южном Урале. Стоунхендж – родной брат Аркаима по структуре построения и находится на одной параллели с ним, но уже на юге Англии. Потрясающее совпадение или закономерность? О том, что трипольцы к культурному отношению превышали все окружающие народы, это ни у кого не вызывает сомнения. И трипольцы тоже владели письмом. На керамических изделиях большое количество одиночных знаков. И они, эти знаки, собраны, сгруппированы. И их там тоже, количество их превышает сотню, до 150, даже, по-моему, больше насчитывает знаков. И это свидетельствует о том, что это письмо было слоговое тоже. Но самое интересное, вот эти одиночные знаки, когда я их просто, если они в табличном варианте, я их сопоставляю со своими, они в графическом отношении абсолютно идентичны. Так что все, что касается триполи и наличия письменности, это без сомнения совершенно. Известно, что трипольская культура в 2000 году до нашей эры потерпела сильный разор. Однако почему трипольцы, спешно покинув селение, не тронули своих вещей, это остается загадкой по сей день. Славяне распространялись по землям не постепенно, а переселяясь, переносясь птичьими перелетами из края в край. Видимо, поэтому греки называли их аистами, пелазгами. Известно также, что в третьем тысячелетии до нашей эры прославяне в своем движении из Триполья на юг достигли Пенджаба и Инда, где создали величайшую протеиндийскую культуру, на основе которой поднимется культура Древней Индии. Дело в том, что еще в 1903 году выдающийся индийский исследователь Балгангат Хартилак написал свою книгу «Арктическая родина в Ведах». И поскольку он был брахманом, он имел доступ к священным текстам. И вот когда он проанализировал Ригведу и Авесту, он обнаружил, что там описываются такие явления, которые невозможны южнее 56 градуса северной широты. То есть это движение созвездий за полярья и при полярья. Это полярное сияние. Это год, разделенный на две половины. Полгода день, полгода ночь. Это описание таяния весенних снегов. То есть там, в принципе, такое количество географических и астрономических реалий, которых в Индии нет. Семь звезд большой медведицы по Ригведе всегда находятся высоко. И именно они кружатся вот так вот по кругу, вокруг полярной звезды, все созвездия. То есть этот круг можно увидеть тоже только в приполярье и вот в этих северных регионах. На территории Европейского Севера сохранилось громадное количество названий рек, озер, которые переводятся только с санскрита. Ну вот посмотрите, Аланецкая губерния наша. Там течет река Шива, рядом река Ганеш, рядом река Падма, что значит лотосовая. Плюс ко всему три ганги. Две ганги на территории Архангельской области. Наша Сухана Вологодская, она переводится с санскрита как легко преодолимая. Еще в 17-18 веке в Индии считался брак в высших кастах незаконным, если запись о нем не сделана на бересте. Причем в самом санскрите есть термин «нашчитам», нечитанное. То есть значит уже в то время должны были писать. Вот вам, пожалуйста, Кирилл и Мефодий. Создали ли они славянскую азбуку или это все-таки были до того черты и резы, которыми пользовались на бересте? И количество этих надписей, оно протоиндийских, так называемых протоиндийской культурой, оно огромно. Юрий Кнорозов, который пытался расшифровать протоиндийское письмо, он писал о том, что санскрит является калькой с протоиндийского языка. И вот представляете, какая получается связь. Все удивляются, откуда же в санскрите такое количество славянских форм и слов. И в то же время они говорят, это калька с протоиндийского. Значит, оригинал был славянским. На сегодняшний день профессор Шарма, отвечая на вопрос, какие из языков он считает наиболее близкими, он сказал, что я не задумываясь отвечу русский и санскрит. А Мэйя говорил, что русский язык, славянские языки, это индоевропейский язык в своем естественном развитии. И язык этот, судя по той номенклатуре, которая в нем заложена, формировался здесь, на севере. То есть где-то недалеко от Приполярия. Это нормально. Естественно, здесь нужно искать корни очень многого. И нас, например, не удивляет, что холмогоры стоят на таких островах, как Кур-остров и Наль-остров. Хотя в Махабхарате предки Арьев – Кур и Наль. Критская держава, хозяйка Игейского моря, находилась на вершине своего могущества, когда до Крита докатилась сильная взрывная волна вулкана Санторин, вызвавшая большие разрушения. Остров накрыла тучей пепла. Города Крита были обращены в развалины, а остров – в безжизненную пустыню. Жители Крита покинули остров. Ничто не напоминало ученым, пришедшим в конце прошлого века на Крит о его былом могуществе. Дворцы были скрыты слоями земли, а на ее поверхности стояли убогие хижины. Тем неожиданнее и значительнее было открытие археолога Артура Эванса. Великолепный дворец правителей Кноса предстал перед изумленными взорами археологов, но еще более поразительным оказался архив Кносского дворца – сотни глиняных табличек, покрытых неизвестными письменами. Первым предпринял попытку расшифровать критские письмена Артур Эванс. Но он не смог продвинуться дальше формального анализа и ограничился лишь классификацией. Его работу продолжил англичанин Майкл Вентрис. Появилась наука о дешифровке критских надписей «микенология». Однако понятных текстов после всех попыток их дешифровать практически не было. Они не поддавались переводу. Гриневич занялся расшифровкой критских надписей в поисках истока письменности типа «Черты резов». Он исходил из того, что авторы критских надписей, пелазги, являются прославянами. И на Крите, значит, в свое время, это две тысячи лет тому назад, до нашей эры, существовало письмо с так называемым... Своебразным тоже типом мы строим письма. Его специалисты называют «эгейский селибарий». Так вот, для эгейского этого селибария как раз и характерно, что там слоги открытого типа. Эгейским селибарием выполнен знаменитый и загадочный, таинственный фестский диск. Уникальное сокровище Крита, найденное в царском дворце древнего города Феста. Здесь, летом 1908 года, при раскопках был обнаружен замечательный образец неведомой до толи письменности – фестский диск. Попыток расшифровать фестский диск было великое множество. В качестве ключа применяли языки греческий, хетский, ликийский, корейский и даже семитский. Джон Чедуик, опытнейший шифровальщик, сказал однажды, «Дешифровка этой надписи остается за пределами наших возможностей». Но самое поразительное было, что когда я начал сопоставлять просто знаки, брал таблицы линейных А, линейного письма Б и сопоставлял с знаками черт и резов, то я увидел абсолютную полную сходимость, ну, очень большого числа знаков. Что-то процентов 80, 70-80 процентов. Знаки имели абсолютно идентичные начертания. И получается, что Крит, это, я говорю, это где-то второе тысячелетие, даже начало третьего тысячелетия до нашей эры, эта культура, критская культура была создана славянами. И язык, на котором они говорили, по грамматическому строю, словарному составу, он очень близок к древнерусскому языку. За витринами Иераклионского музея застыла терракотовая симфония древнейшего индоевропейского ведения, солнечная суть которого искусно зашифрована в геометрических орнаментах и фигурках богов. Духовная и генетическая связь про славян с творцом, глубочайшее понимание божественной природы мироздания передавалось из поколения в поколение, неизменно наследуя традицию северной прародины. Вот здесь вот орнаментальные ряды, которые вы встречаете и в Триполе. По четыре свастики, сведенные вместе, они присутствуют очень часто в северно-русском орнаменте. И, судя по всему, они связаны с древней аскезой Пяти Огней. Когда жрец, ожидая прихода солнца, становился между четырьмя кострами в виде свастик, и считалось, что Пятый Огонь – это он сам. Роженицы. Вот они. Вот, пожалуйста. У нее голова, две пары рук. Четырехрукие боги и богини славян. И мы вспоминаем, что и в ведической традиции, и в авистийской традиции, и в традиции калаши, гендукуша, как считают первой волны мигрантов индоевропейских на суп-азиатский континент, там представление о неком творящем начале, как о женщине рожающей, корове и дереве с золотыми листьями одновременно. Ну и, наконец, посмотрите внимательно вот на этот вот орнамент центральный. Вот такая вот сложно прорисованная меандровая композиция, но это сделано в XIX веке грязовецкой крестьянкой. И интервал между ними больше 20 тысяч лет. А орнаментальная схема все равно сохраняется. Ранней весной 1828 года во время пахоты крестьянин из Тосканы обнаружил эту этрусскую гробницу. При свете факелов археологи увидели уходящие вглубь своды. Античная Этрурия предстала пред ними такой, какой она была во времена своего величия. Так полузабытая древняя цивилизация внезапно открылась людям, живущим спустя 20 веков после ее гибели. Этрускам принадлежат древнейшие на Апеннинском полуострове памятники письменности. «Этрускан нон леготур», — говорили римляне. «Этрусская не читается». Кто же были этруски? На каком языке они говорили? Работая с этрускими надписями, Гриневич выяснил, что и в этруских текстах также насчитывается большое количество знаков. Число их доходило до сотни. И это вновь указывало на слоговое письмо. А самое же поразительное было в том, что когда мы опять начали сопоставлять знаки чертерезов, критские знаки, знаки протоиндийского письма с этрускими надписями, с этрускими знаками, то мы увидели полную графическую исходимость. И содержание их было предельно ясное, четкое. Я говорю, опять мы встретились с нашим языком, условно называемым прославянским, хотя я бы на сегодняшний день говорил, что это прорусский язык, в общем-то. В настоящее время насчитывается свыше десяти тысяч этрусских текстов. Надпись на бронзовом зеркале содержит напоминание мудрости. «Погибель в богатстве, подрывающем силы. Роем живи. Кто, если не я, защитит твоих живых, а не мертвых?» – гласит надпись, которую возможно прочесть на шлеме. В начале нашей эры существовал так называемый словарь Стефана Византийского, в котором совершенно однозначно, четко написано, что этруски – это словенское племя. Уже в X веке до н.э. культура этрусков была сложившаяся. Города, оснащенные водопроводом и всеми системами коммуникаций, рудное дело, металлообработка, совершенная керамика – все говорило о высоко развитом мастеровом народе. Инструменты, изысканное оружие, зеркала и зонтики – все это было самым совершенным в Средиземноморье. Эти канапе, предназначенные для ритуального захоронения, встречаются по всей Италии и носят на себе печать до боли знакомых сакральных орнаментов русского севера. Первые раскопки приходятся на начало XVIII века. Найденное поражало воображение. Эта культура знала многое такое, что раньше приписывали изобретательному гению древних римлян. Оказалось, что у Рима есть предыстория, да еще какая. Более двух тысяч лет назад этруски владели значительной частью Апенинского полуострова. Они были хозяева западных морей и безраздельно господствовали на всем море Теренском. Древних римлян называют учителями Западной Европы. Учителя учителей – этруски. Синьор Ланфранко Северини 35 лет работает в этруском археологическом музее Торквини. Он рассказал нам о сути солярных знаков и о генетической связи этрусков со славянами. Массимо Палатино, крупнейший итальянский ученый, этрусколог, сказал нам синьор Северини, давно написал об этом в своих научных трудах. Но и мы не остались в долгу, поведав синьору о подлинных славянских корнях древней итальянской фамилии Северини. В 1926 году выдающийся наш археолог Городцов писал, что этот орнамент, что свастики, меандры, гуськи наших вышивок, они пришли не из Индии, не из Греции, что все это еще идет из палеолита, и что сохраняется здесь, на русском севере, вышивки и ткачества северо-русских крестьянок, и какая ясная, какая чистая память. Выдающийся исследователь орнамента Иванов говорил, что да, отдельные элементы орнамента, они могут встречаться у разных народов, но вот такие вот сложные орнаменты, овровые орнаменты, они могут быть только результатом генетической связи народов. Даже Стасов в 19 веке писал, что это связанный текст, записанная мелодия, которая не только для глаз, но и для ума и чувства. Древние письмена, как путеводная нить к постижению тайны славянской цивилизации, озаряют светом ведения забытой традиции наших предков. Словно духовное завещание, из глубин тысячелетий приносит нам раскрытое послание Фесского диска. «Место в мире Божьем, что вам послал Господь, окружите тесными рядами, защищайте его днем и ночью, не место – волю, за мощь его радейте. Где вы будете, чадо будут, нивы будут, прекрасная жизнь. Россиюния чарует очи, никуда от нее не денешься, не есть еще. Будем я мы в этом мире Божьем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова